За 17 лет существования Сельсибилия мы практически каждый год обязательно куда-то выезжаем, как говорят, на людей посмотреть и себя показать. Всегда это является огромным стимулом. Пришло приглашение на конкурс онлайн в Чехию. Я решила «Вальс Париж» послать, Георгия Сверидова «Романс». Ну и решила сама поучаствовать тоже в конкурсе. Играли мы «Элегию Сапарова». И решила студента своего послать, так как Рустем Куртмеметов на данный момент является студентом нашего университета, нашей кафедры. Я решила найти его запись, которая на сцене исполняется. У него очень своеобразная игра. Он играет на скрипке с пятью струнами. И я решила, что вот его специфическая игра крымско-татарской музыки, наверное, думаю, там было бы интересно им послушать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Композиция Зорья Ханум-Кадыевой. Это авторское ее произведение. Мы с Зарей Маханой решили, что вот именно она прозвучит хорошо, так как она состоит из двух частей. Там медленная, очень красивая, в более таком народном стиле, народной эстрадном, скажем так. И хай-торма быстрая. У нее достаточно хорошая аранжировка. Я был в легком шоке таком. Ну, было очень приятно, если честно. Вот действительно очень волновалась. На самом деле независимая жюри никогда их не видела, никого не знаешь. И вот какое-то волнение присутствовало. Настолько часто мы играли, выступали, что каждый раз вот это вот я переживаю, проношу через себя. Я горжусь, что я крымская татарка. И я горжусь, что я работаю в нашем университете. Я горжусь нашей нации, что все-таки мы не стоим на месте, а пытаемся идти вперед. И то, что я могу пока по моим силам и всех своих студентов, я могу их возить по миру и знакомить с крымско-татарской музыкой, вы знаете, наверное, это мое предназначение в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok